Александр Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Вы 15 лет как главный депутат в городе Котласе. Вот давайте сейчас у нас есть 15 минут, я задам вам 15 вопросов и вы нам расскажете что-то интересное. Обещаете? Обещаю, согласен. Поехали. Скажите, вы считаете, что сейчас в Котласе кризис власти? Думаю, нет. Скорее всего, осложнение взаимоотношений. Это несколько иное. Я считаю, что кризис власти, это когда совсем никак. А когда мы можем договариваться, это нормально. То есть договариваться вы все-таки можете? Думаю, да. Вот на крайней сессии все-таки были приняты изменения в бюджет. Да, с какими-то изъятиями. Да, после того, как дважды этот вопрос снимался с предыдущих, вернее переносился с двух предыдущих сессий. Но говорят, что этому предшествовало, что глава города Андрей Владимирович Баральнин спустился к вам в кабинет и вы больше часа вдвоем что-то обсуждали. Это так? Нет, такого не было. Так было? Мы попросили главу встретиться в пятницу, провести встречу с депутатами депутатской группы «Наш Котлас». Эта встреча прошла, но она ничего, конкретного не внесла. А перед самой сессией глава предложил встретиться. За полчаса до сессии мы к нему послали трех парламентариев и после этого мы договорились. То есть получается глава к вам не спустился ни разу за все время, пока вы председатель собрания депутатов в ваш кабинет? На последней очередной сессии было предложено собрать группу «Наш Котлас», объявив перерыв на сессии. И мы у меня в кабинете общались. Это был первый раз? Ну, после моих выборов в 2013 году, да. Первый раз и единственный? Да. Хорошо. Ответственность за такую ситуацию вы возлагаете полностью на исполнительную власть, на администрацию или все-таки разделяете? Да нет, конечно. Дело в том, что органы местного самоуправления состоят из двух ветвей власти. Они несут обоюдную ответственность за ту территорию, на которой они находятся. Поэтому я бы не разделял большую ответственность или меньшую. Обе власти ответственны за то, какие между ними взаимоотношения. Хорошо, сейчас вы можете назвать фамилии. Раз у нас есть две ответственные власти, а теперь персонифицируем. Проблема есть, две стороны ответственные есть. Называем сейчас фамилии. Я думаю, в этом нет необходимости. Главное, чтобы люди, которые представляют ту или иную власть, умели слышать и слушать друг друга. Александр Юрьевич, вы 15 лет остаетесь председателем собрания депутатов города Котласа. Как так получилось, что вы такой опытный человек? Тем не менее не можете уже начиная с 2013 года прийти к согласию с главой, чтобы сессии все-таки проходили наверное по другому сценарию. Ну я бы так не сказал. Дело в том, что понимаете, здесь противоречие заложено в принципе формирование двух ветвей власти. Одна власть формируется путем волеизъявления населения или от партии по партийным спискам. А исполнительная власть, она строго формируется по вертикали. Сейчас даже главу мы всенародно не выбираем. Фактически при большом влиянии губернатора по сути дела назначается глава, который приходит со своим аппаратом работать. И соответственно выстраиваются, настраиваются эти взаимоотношения. А конфликт уже заложен. Понимаете? Поэтому тут заложен, потому что это не ваша кандидатура? Нет, потому что принцип формирования он разный. Если встречается хорошее сочетание, допустим, быстро настройка проходит, тогда отношения выстраиваются более плодотворно, более динамично. Я не скажу, что та или иная ветвь власти становится более сговорчивой. Это, наверное, неправильно. Но те главы, с кем я работал, степень согласованности позиций, она была разной. А вот расскажите, как вы работали с предыдущими главами? Ведь тоже не сразу, наверное, было полное взаимодействие. Не сразу было полное взаимодействие. Я на юбилее собрания говорил о том, что самый плодотворный был четвертый созыв. Это с 2009 по 2013 год. Когда большинство депутатов вновь избралось, когда шла профессиональная работа с очень высокой степенью взаимопонимания и доверия. Ну вот смотрите, вы говорите о том, что действительно было высокое взаимодействие и доверие. И тогда, я помню, сессии проходили очень быстро. Все хвалили депутатов, что прорабатываются вопросы и темы на комиссиях. А на комиссиях было тоже так же единообразно? Или это только вот мы взгляд со стороны так рассуждаем, а противоречия все-таки какие-то оставались? Ну, все равно противоречия какие-то есть, но когда есть высокая степень доверия и взаимопонимания, тогда эти противоречия, ну, можно сглаживать. Можно находить консенсусы, точки соприкосновения, которые позволяют ради будущего, ради какой-то стратегии чем-то жертвовать ради этого. И, кстати, я хочу сказать, что вот в четвертый созыв председатель и заместитель председателя Добрынина Надежда Васильевна прошли при единогласной поддержке депутатов. Это, безусловно, сказывается. Два последних созыва с перевесом в один голос. Вопрос на засыпку. Вот скажите, чтобы глава города Котлас Андрей Владимирович Бральнин вас одобрил. Может быть, вам просто надо уйти в отставку как председателю? Я не вижу в этом смысла. Дело в том, что, во-первых, он для меня не работодатель, как и я для него. И перед кем мы отчитываемся? Мы избраны населением, которое поддержало ту или иную партию или которое поддержало того или иного депутата по округу. Вот и все. Вот перед кем мы подотчетны. Даже население сегодня замечает, что депутатский корпус раскололся на две части практически поровну. Одна часть всегда согласная с администрацией, другая практически всегда не согласная. Это все очень серьезно? Или, может быть, это какая-то игра политическая? Ну, я говорил, что конфликт как бы заложен в самой сути властей. Но еще хочу сказать, что мы вынуждены приходить к какому-то решению, особенно когда нас пополам разделение произошло корпуса. В этом случае мы либо голосуем единогласно или почти единогласно, либо мы не договорились. И поэтому на последней очередной сессии было 17 вопросов. 15 из них были проголосованы вообще без сучка и задоринки. А по двум мы не договорились, поэтому ничего и не произошло. Но в этом ничего страшного нет. Я думаю, что здесь мы всегда открыты. И наш стол – это стол переговоров. То есть мы всегда открыты. Мы все равно должны прийти к какому-то решению ради населения, ради нашего города, ради движения вперед. Александр Юрьевич, снова повторяю, вы опытный руководитель, вы 15 лет спикер собрания. Тем не менее, сессии сейчас проходят с криками, с какими-то эпатажем. Неужели вы не можете это регулировать и контролировать каким-то образом? Или вы в этом, может быть, заинтересованы? Да нет, конечно. Дело в том, что работа должна быть профессиональной. Если кто-то чересчур эмоционален, такое тоже бывает, но это все оговорено в регламенте. Поэтому на предпоследней внеочередной сессии был тот момент, когда я просто объявил перерыв, люди успокоились, и потом мы перешли к решению вопроса. Это тоже нормально. То есть вы считаете, что ситуацию контролируете? Ну, лишь бы не было хамства и откровенных оскорблений. Этого пока не было. При мэрии Александра Ивановича Шашурине второй созыв был, по-моему, когда сессии тоже были длительными, эмоциональными, непредсказуемыми. Тогда был конфликт даже между какой-то группой депутатов и журналистами, когда закрывались сессии, были срывы и так далее. Может быть, мы возвращаемся к тому сценарию, к началу 2000-х сейчас? Вы как прогнозируете? Да нет, я думаю, нет, потому что, во-первых, время совершенно разное. Задачи, которые стояли тогда перед властью и сейчас, они в какой-то степени отличаются, безусловно. А потом в последнем буклете, к юбилею, который мы выпускали, там есть слова Александра Ивановича Шашурина, который говорил приблизительно следующее, что я очень благодарен депутатам первого-второго созыва, с кем я работал. Да, у нас были там сложные моменты, трения, но мы ради города делали очень важные вещи, вот в том числе и строительство школы искусств, значит, моста, ну и так далее. То есть, все равно на протяжении времени самое плохое забывается, хорошее остается в памяти, поэтому я думаю, что все нормально, рабочая обстановка. Тот прием, который использовала администрация в этот раз, чтобы воздействовать на несогласных депутатов, когда были приглашены директора школ, директора социальных учреждений, и это было действительно серьезное для вас психологическое испытание давления? Ну, давление, безусловно, было, и это в СМИ было видно. Мы всегда придерживаемся чего? Мы понимаем, что мы избраны и направлены сюда населением, которое есть. Население разное. Там есть и бюджетники, мы понимаем степень их зависимости, мы понимаем важность того, что они делают, но есть и другое население. Есть огромная группа предпринимателей, которым тоже надо время от времени помогать. Есть огромная группа людей, которая за последние полтора-два года сформировалась в группу, которая подняла на недосягаемую для нас в то время высоту вопросы экологии, которые защищают ШИИС. Они тоже имеют право на то, чтобы их мнение здесь звучало. Поэтому мы выразители интересов населения, всего населения. Если ситуация повторится, вы снова займете вот такую непримиримую позицию? Или уже какие-то выводы сделаете из сложившейся? Я думаю, здесь происходит процесс самонастройки. Все равно одна ветвь власти и другая получают какие-то уроки от взаимного общения. Я думаю, что выводы делает и одна ветвь власти и другая. Александр Юрьевич, связь депутат-избиратель, она реальная или это профанация? Я думаю, реальная. Потому что, во-первых, депутаты, которые работают на округе, ко мне достаточно много обращений. Мы стараемся показывать те проблемы, какие есть и какие они смогли решить на своих округах. Потом к нам бесконечно обращается население через письма, через коллективные обращения. Мы видим, как работает эко-бессрочка здесь. От них тоже много поступает предложений по общению на предмет захоронения отходов здесь. И в Шиесе, и у нас работы с твердокоммунальными отходами, разделение мусора и так далее. Поэтому связь, она достаточно тесная. Я думаю, что если бы ее не было, мы бы не чувствовали реально почву под ногами. А мы ее чувствуем. То, что хотят получить от депутатов или с помощью депутатов-избирателей, вы узнаете всегда, да? Вот только что рассказали. Таким образом, начиная еще с предвыборной кампании, наверное, какие-то получаете наказы. Это связь на двусторонние или вы только на входящих? То есть, каким образом вы избирателям своим даете знать, даете понять, а что вы хотели бы? Поддержку, еще что-то? Я думаю, что эта связь настолько тесная, что она, ну как бы это единое мнение. Мы все равно общаемся с людьми. Мы выполняем те наказы, с которыми мы пришли в депутатский корпус, которые вот распределены на пять лет работы. Они сделаны все во благо, их больше ста. Поэтому каждый год мы отслеживаем их выполнение. И вот эта связь с населением, с народом, она безусловно есть. Хотя есть и пожарные моменты какие-то, которые надо решать срочно, которые появились вот сейчас. И мы тоже над ними работаем. Мы, я думаю, укладываемся в 15 минут. Вопросов уже прозвучало больше, ответов тоже. Давайте под финал. Скажите, то, что вы стали депутатом, а потом председателем, оно изменило вашу жизнь? Вообще, когда человек получает мандат депутата, это меняет его? Вот те самые испытания, там, не знаю, медными трубами, водой, огнем, они бывают на входе и на выходе? Человек один и тот же или нет? Ну, такие встряски, они, безусловно, человека меняют. Особенно, когда в 2005 году у меня был выбор, и у меня была одна минута. Мне надо было решить, я иду в депутатский корпус председателем или нет. Поскольку до этого были сложные выборы, город жил по одной двенадцатой, жуткое недоверие к представительному органу, все голосуют против. В общем, такая ситуация была очень непростой. И была одна минута. На одной чаше весов была построенная школа, где все хорошо и можно почивать на лаврах лет 10-15 как минимум. А с другой стороны, вот такая сложная ситуация и полная непонятность, что будет дальше. И тем не менее, шаг этот был сделан. Сегодня вы другой? Ну, опыт, безусловно, он дает о себе знать. И хотя каждый депутатский корпус, это вот кто учителем работал, тот знает, двух одинаковых классов не бывает, и два одинаковых урока нельзя провести. Поэтому, естественно, каждый депутатский корпус имеет свои особенности, свои плюсы, свои минусы. Но все созывы, которые были, их отличает желание работать, лодырей нету среди депутатов, это совершенно точно, желание помочь населению и желание сделать все, чтобы наш город стал лучше, краше и пристойней. Своим сегодняшним умом, если бы вам дали, та же ситуация повторилась, вам дали бы сегодня эту минуту, вы сделали бы такой шаг? Думаю, да. Александр Юрьевич, я не боюсь коронавируса, хочу пожать вашу руку и поздравить с 15-летием. Спасибо. Спасибо.